Ежегодно оленеводы выходят на охоту волков, пытаясь защитить свое поголовье от хищников. Только с сентября месяца в Нерюнгринском районе волками было затравлено более 700 оленей. Какие меры принимаются местными властями и оленеводами для сохранения поголовья скота, расскажут наши корреспонденты. Сегодня в Нерюнгринском районе насчитывается около 2500 оленей. Естественного прироста поголовья не наблюдается. Одной из причин этого являются хищники, такие как медведи и волки. Постоянно идет работа надеятельным вопросом. По бурым медведям у нас по октябрь месяц по Нерюнгринскому району добыт 13 особей по регулированию численности. Также у нас по волкам получат 25 особей. Силами МОП, Золотинка и енгринскими оленеводами на данный момент произведена добыча 17 волков. С помощью Государственного комитета по делам Арктики были организованы бригады по отлову этого хищника. Бригадам-волчатникам выделяются деньги из бюджета республики. Только наземным путем эта бригада волчатников создаем по три человека на каждую бригаду. И вот они у нас охотятся. У нас отделяется Алданская сторона и Ганамская сторона. Вот по этим сторонам работает три бригады у нас. Ежегодно Нерюнгринская районная администрация выделяет денежные средства на данные цели. В 2017 году эта сумма составит 800 тысяч рублей. Авиаотстрел очень дорого. В среднем сейчас 100, где-то в пределах, 1 час полета 180 тысяч. Надо проводить февраль-март месяц. Это время данные особи, волки, хищные животные, у них начинается гон. Это они локальные, на каких-то местах, их количество может быть больше. Авиаотстрел на сегодняшний день менее эффективен, чем наземный способ добычи. А количество нападений волков на домашний скот не бывает одинаковым в разное время года. Больше себя проявляют волки. Это, скорее всего, когда они начинают учить своих молодых убивать. Там они убивают, но не едят. С начала сентября по Нерингвинскому району хищниками было затравлено 715 голов домашних оленей. И сегодня оленеводы, бригады волчатников и представители Комитета охраны природы остаются в полной боевой готовности для того, чтобы сохранить имеющееся поголовье. Галина Якимчак, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Семен Амосов, МВК Саха, Нерингви.